На этом уроке мы разберем 37 аят этой суры. «Господь небес и земли и того, что между ними, милость его, не будут они владеть от него возможностью речи». Рабби – это бадаль, замена, приложение предшествующего слова Рабб в словах «Джазая Аммир Раббики». А как известно, бадаль должен соответствовать своему мубдальмину, то есть предыдущему имени, которое данное имя заменяет. Поэтому мы и говорим «В бадаль-маджрури маджруру мислуха». Бадаль предшествующего имени, поставленного в состояние Аль-Джар, должен соответствовать ему в состоянии Аль-Джар. «В аламут Джарихи» признаком падежа Аль-Джар здесь является «Аль-Касрату-Захирату фи Ахилихи» – явная касра на его конце. Рабби – имя Рабб – это мудаф, является мудафом, а Ас-Самават – это мудафом Ильихи, второй член из афетного сочетания, из афетной связки. Маджрурум бель мудафи – поставлен мудафом в состоянии Аль-Джар. «В аламут Джарихи» признак в состоянии Аль-Джар в этом имени. «Аль-Касрату-Захирату фи Ахилихи» – явная касра на его конце. «В аль-Арды» – это харфа Атфин – союзная частица, мабнивана с неизменяемым окончанием с Фатхи на конце. «Аль-Арды» – маутуфан аль-Самавати, соединено со словом Ас-Самавати. «В аль-Маутуфа аль-Маджрури маджрурум мислюх» – а соединенное с поставленным родителем падежа именем, имя тоже должно быть в состоянии Аль-Джар. «В аламут Джарихи» признак падежа Аль-Джар в этом имени – это «Аль-Касрату-Захирату аля Ахилихи» – явная касра на его конце. «В амабайнахума» – аль-Вау – это харфа Атфин – мабнивана с Фатхи. Здесь не будем повторяться. «Ма» – это «Исман маусулин» – относительное местоимение. «Маутуфан аль-Маутуфан 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 с Самават – соединено со союзом Вау со словом Самават. То есть Господа Небес и того, что между ними». «Мабни μου наь-Сукоуни» с неизменяемым окончанием «саукоун на конце». «Ві махалли Джарин» на месте падежа Аль-Джар. Почему? «Ляннахума атуфан али-Маутуфан аль-Маутуфан 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 аль-Маута». Поставлен в состоянии ан-насп в качестве обстоятельства места. Признаком подержа ан-насп в этом имени является явная фатха над его окончанием. Сыля таль-маусуль является сыля, то есть придатком, разъяснением для относительного местомения ма. Ну а если точнее, то байна состоит в смысловой связке с удаленным глаголом, который является частью предаточного предложения. То есть является сыля для ма, то есть мастақарра байнах ма, то, что установилось между ними, имеется между ними. Значит на самом деле сыля, предаточное предложение, это глагольное предложение, состоящее из глагола и скрытого в нем местомения гуа, которое возвращается к относительному местомению ма. Ва байна, байна это мудафын, является мудафын. Хума, хума это мудафын илейхи, а точнее альха это мудафын илейхи, слитное местомение мабни альдомми с неизменяемым окончанием, что мы на конце фи махалли джар, бель мудафы. На месте подержа альджар посредством предшествующего мудафы. Валь миму байнахума. Мим это харфу аимадин. Мим после местомения альха это харф, на который говорящий опирается для различия между местомением двойственного числа и местомением женского рода единственного числа альха. Ведь если бы не этот мим, мы бы сказали байнаха и не могли бы отличить одно от другого. Валь алиф, алиф после мима это признак двойственного числа. Харф мабни аль аль сукони. И мабни с неизменяемым окончанием, с постоянным суконом на конце. Эр рахман. Это наат или бадаль для второго имени Рабба. В словах Рабби Самавати. То есть его определение, описание или предложение, замена. И как мы знаем, и наат, и бадаль следует подержу своего предыдущего имени. Как мы говорим, у наат аль маджрури маджрурун мислю. Наат имени поставленного в состояние аль-джар будет тоже в состоянии аль-джар. У аламуту джаррихи признаком аль-джар здесь будет Аль-касра тузлахирату аля ахирихи. Явная касра на его конце. Ну а если, согласно другому кирату, мы прочитаем Раббу Самавати валь арди вумабайнухмаррахману с даммой, то в этом случае слово Раб будет являться хабаром лимуптадайн махзуфин. Хабаром то есть сказуемым для скрытого, удаленного муптада, подлежащего. То есть получается Сахуа Раббу Самавати валь арди, то есть Он, Господь небес и земли и т.д. А слово аррахмана опять же его наат или бадаль, но уже в состоянии арав в именительном падеже, потому что его ман'уд определяемо находится в состоянии арав. Значит в обоих вариантах чтения слово аррахман следует в падеже за словом Рабб. Однако есть еще третий вариант чтения. Это Раббис Самавати валь арди вумабайнухмаррахману, где слово Рабб в состоянии аль-джар, а слово аррахман в состоянии арав. В этом случае мы говорим, что слово аррахман является хабаром, сказуемым для скрытого, удаленного муптада, подлежащего. То есть Господа небес и земли и того, что между ними потом Он милостивый. И признаком падежа арав в слове аррахман будет явное дамо на его конце, потому что это имя единственное число. Дальше. ЛАЯМЛИКУНА ЛА – это харфу нафин – отрицательная частица, частица отрицания, мобнио али сукуни, с неизменяемым окончанием сукуном на конце. Ямликун – это фиалун мударюон, глагол настоящего будущего времени, морфуон, поставлен в состоянии арав. Почему? ЛИТАДЖАРРУДИХИ МИНАЛ НАСАБИ ВАЛЬДЖАЗМИ – потому что он свободен от амилов, факторов, состояния аль-насб и аль-джазм. У АЛАМАТУ АРРАФАГИ – признак в состоянии арав здесь является СУБУТУ НУНИ НИЯБАТА АНИ ДОМАТИ – наличие буку нун на конце. Почему? В качестве замены доме. Почему? Потому что ЛИЭННАХУ МИНАЛ АМСИЛАТИЛ ХАМСАДИ – потому что этот глагол относится к тем пяти формам глагола или моделям, у которых признаком арав является наличие буку нун. УАЛЬ-вАЛЬ-вАл Worth – это Домер-н МУТТТАСЫЛНС – летное местомение мобниу от сукон с неизменемым окончанием с суконом на конце. ПЬ у халли раф-б ин-фааль – на месте падежа арав фааль – действующий лицо. МИНАЛ ХАВА – IG – предлог родителю падежа. Мобниу от сукон с неизменемым окончанием с суконом на конце. «Аль-Хау» — это «Домирун муттасанус» — «Лейтное местоимение», «Мабнио аля домми» с неизменяемым окончанием с домами на конце. «Фи махалли джаррин бихар фил джарри» — «На месте падежа аль-джар» — «Посредством предлога редитум падежа мин». «Валь-джарру валь-маджруру» — «Джар и маджрур» — «Мутаалликани» — «Состоят в смысловой связке с глаголом ямликуна». «Хитабан» — это «Мафуулем бихил ямликуна» — «Прямое дополнение глагола ямликуна». «Мансубан бил фиали» — «Поставленный глаголом состояние аль-насб». «Ва аляматы аль-насбихи» — «Признаком состояния или же падежа аль-насб» — «В этом имени является аль-фатхатал-захилу туфи ахирих» — «Явная фатха на его окончании» — «На его конце». «Завершая араб, осталось сказать, что аль-фиалу ямликуна маа фаали» — «Что глагол ямликуна со своим фаалом и так далее» — «Всё это джумлетин фиалитин» — «Глагольное предложение». «Может быть истинафия» — «Возобновляемое новым предложением» — «В этом случае мы скажем «Ла мхалля ла хамин аль-араб» — «Не имеет места в падежа». «Хотя есть и другие варианты». Так, если мы прочитаем «Ар-Рахманус» — «Дома на конце», то мы можем сказать, что «Ар-Рахман» — «Муптада» — «Подлежащее именного предложения». «Глагольное предложение» — «Ла ямликуна минху хитаба» — «Всё это будет» — «фи мхалля рафин» — «На месте подлежа ар-Раф». «Хабаруль муптадай» — «Сказуемое подлежащего», так как здесь предложение выступает на месте одного имени, то есть его можно заменить одним именем, одним словом — «Аллаху Адам».